Уважение к истории можно воспитать не только наказанием, но и любовью к предмету, особенно если педагог говорит с учениками на одном языке. Именно так ведёт свои уроки преподаватель одной из московских школ. Его исторический рэп уже стал настоящим хитом интернета, а сам Василий Кузнецов кумиром старшеклассников. С удивительным учителем встретилась наш корреспондент Надежда Алёшкина. Открою для вас сегодня один секрет. Ничего интереснее, чем век 15-й нет. Он мог бы сказать просто «йоу», но это вообще-то урок истории. В роли эпатажного МС преподаватель Василий Иванович Кузнецов. За объективом камеры ученики 10-го класса лицея Высшей школы экономики. Продолжить Ливонскую войну, это было важно в первую очередь купцам, потому что поблизко ты не можешь зарабатывать сам. Слушай, прости меня, дружи, я уж не знал, что интернет так дружен. Я сделала это только для хайпа, для поспесоты. Я дальше не помню, но это просто было круто. Качая головой в бит, ученики слушают лекцию «Внешняя и внутренняя политика Московского государства». От Ивана Грозного до начала смуты рэп выходит длиной в 40 минут. Видео транслируется в перископ, а потом набирает тысячи лайков. Школьники по всей России заливаются завистью. Чем заслужили эти ученики такой музыкальный урок? Считая ту советскую школу идеалом, забывают, что они все ее закончили и забывают про Мариванну, которая голову-то не забыл, тетрадку собака съела, а сам ты собаку не съел. 26-летний Василий Кузнецов, тот самый любимый преподаватель, на лекциях которого всегда аншлаг, к такому успеху своего учительского рэпа относится скромно. Просто он человек слова. Обещал, что если его пост в соцсети о домашнем задании наберет тысячу лайков, проведет лекцию на речитативе. Школьники не поскупились. Человек развивается постоянно. Интересно сейчас ребятам рэп, все его слушают. Ну не все, подавляющее большинство. Преподавателю, но это как подсказка, в какие места давить. Свой педагогический подход Василий называет новым, но не уникальным. Чтобы ученик усвоил материал, современные преподаватели и в костюмы переодеваются, и тренды изучают, и рэп-исполнителей слушают. Все это не новые, а потерянные в массе негативного опыта примеры. Для ряда учащихся это будет таким мотиватором, который позволит им всмотреться в предмет истории, который, может быть, для них раньше не обладал какой-то такой особенностью, ценностью. Поэтому я бы это только приветствовал. В моде интерактивные подходы так, чтобы учитель тоже был вовлечен в процесс. Евгений Ямбург, заслуженный педагог Советского Союза и России, давно включил чувство юмора и самоиронию в свои профессиональные компетенции. Эмоциональный рэп о смуте он тоже одобряет. Если мы хотим передавать ценности культуры, то особенности восприятия мы должны иметь в виду. Особенности восприятия молодой преподаватель Евгений Кузнецов изучает каждый день. Завтра, кстати, будет семинар. Проверка того, как ученики усвоили рэп-лекцию. Домашнее задание должно быть тоже выполнено на речитативе. Мы решили поучаствовать уже сегодня, но оценки от сдержанного в жизни преподавателя так и не получили. Работа оказалась не по теме. Преподаватель истории Василий Кузнецов ради учеников даже на рэп готов. Читал про век 15-й, а взорвал 21-й. Фристалл о смуте смутил других учителей, наверное. Но школьников и журналистов Василий покорил. Такого таланта и РЕН-ТВ не пропустил. Большое спасибо. Надежда Алешкина, Игнат Бугаев, Кристина Соколовская и Валерия Ибрагимова. РЕН-ТВ